Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Ещё раз здравствуйте! Ещё раз всех с праздником! С праздником Святой Троицы! Ну и мы продолжаем наши программы. Сейчас программа называется «Бесед с Майклом», то бишь со мной, относительно редко в последнее время это происходит. Но мы сейчас поговорим о некоторых вещах. Ну, как всегда, вероятно, надо начать... Давайте мы начнём вот с чего. У нас состоялось несколько программ сегодня. И одна из программ была с Еленой Смирновой в продолжении вчерашней, которая по техническим причинам была... Связь плохая. И я обещал рассказать одну, так сказать, сказку. Сказка... Дело происходит в ведическое время. И где сегодня находится, скажем так, Индия? Ну, тогда и близко этого и не было. Никакой Индии там и речи не было и так далее. А речь идёт о том, что один царь, он на охоте был. И вот как-то он вышел к реке на своём коне и увидел необыкновенной красоты девушку. И он с первого взгляда в неё влюбился. Она сидела на берегу реки и играла в цветочки. Ну, когда-то вот в камушке, я помню, когда-то в далёком детстве. Помню, интересная была игра. То есть, лежат на песке камушки. Надо было подбросить один, взять, пока он летит вниз, надо было собрать. Потом надо было два, потом три и так далее. В общем, я не помню уже, но такая где-то игра была. Примерно та же самая была игра с цветами, где она цветочек подбрасывала, собирала и так далее. И вот этот царь подошёл к ней и говорит, кто ты такая, дева, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Ганга. А предыстория всего была, что Ганга – это река, я уже чуть-чуть это рассказал в программе, то есть, это продолжение, вообще-то говоря, Млечного Пути. Вот как-то очень странно, да, как это быть такое может. Но вот у нас сегодня праздник Святая Троица, да? И Святая Троица – это не просто там Отец, Сын, Святой Дух, там Отец и так далее, а это наша триединная личность, триединство. Это тело, дух, душа, тело, ум, душа и так далее. То есть, три мира, да, мы знаем. Это очень серьёзные вещи. И вот в том мире, скажем, проявление сегодня в нашем мире, в физическом мире, является, скажем, река Ганга. Это знают все, кто проживает там, на той территории. И там люди приходят поклониться, поклониться реке Ганге. Ну вот, допустим, как вы можете прийти, вот река, ну и там купаемся, там где-то так, да? Как мы можем поклониться реке? А там люди кланяются реке, и они проводят омовение. Я когда-то… Причём река очень странная, на самом деле. Там люди, скажем, по реке это спускают в прах усопших, так? Там никто же не хоронит, там сжигают людей. И есть такие лодочки, я был свидетелем таких церемоний не раз. Особенно такое место, интересно, называется Харидвар. Ну, где-то примерно на середине между городом Ришикеш и Дели. И вот там установлено, там огромное количество храмов, и туда приезжают паломники со всего мира, но в основном, конечно, с Инди приезжают. И они, скажем, ну, местные покупают у местных жителей такие, как бы, типа лодочки, такие самодельные, вот, из кувшинки, лилии, там, лотос. И там свечка стоит, и они туда, вот, скажем, исплавляют туда. Они могут туда положить пожелания, и туда приезжают люди, и они делают не просто омовение, они, там никто не купается, туда, там такое сильное течение, что, ну, были какие-то там люди, которые, как всегда, экстремалы, они пытаются переплыть. Не удастся переплыть, потому что эта река не для плавания. Вот, она ведет себя совершенно непредсказуемо для любого человека и препятствует вот таким вот всяким видам спорта, если можно так назвать. Но, в основном, это вот для поклонения, для омовения. Вода там невероятно чистая, хотя там все, что угодно. И вот я помню, я разговаривал с моим хорошим приятелем, даже другом, его уже нет, к сожалению, врач Игорь Иванович Ветров. Вот, ну, он рассказывал мне, и, собственно, он описывал это, когда там со своим приятелем он был, и вот они там что-то там омовение, и вдруг какое-то бревно, бревно подплывает, и тот с ужасом смотрит, и труп плывет по реке. Вот, он туда, а они там как бы омовение, там пьют. И вот люди, которые приезжают в Индию, они вообще рекомендуются, особенно на Западе, рекомендуются делать какие-то профилактики, делать какие-то там себе эти шаты, ну, чтобы не заразиться, вроде бы. Вот. Ну, а местные, они ничего это не соблюдают, они как бы понимают, о чем идет речь. Короче говоря, это все вот в предгорьях Гималаев, в Решикеши, вот берет начало, как бы считается гангом. Но никто не знает толком, где она берет начало, и никто не знает ее русло. Непонятно. Странная какая-то такая река. И вот, как оно происходит, есть город, гора такая, называется Кайлас, которая считается, что это обитель господа Шивы. И Шива, он принял эту реку, принимает эту реку на себя, на голову и на плечи, которая попадает в наш материальный мир, вот продолжение Млечного Пути, и вот образуется. Вот у нас она вот так течет. И вот, вот это предыстория. И вот этот ведический царь сразу вот этой девушке, он говорит, я хочу на тебя жениться. Она говорит, нет, мне никто не нужен, я не хочу. То есть, я выходи замуж. Он говорит, да я, весь и такой. а она нет и нет. Ну, женщины, как известно, слушают ушами, правильно? Вот. И он начал ей напевать какие-то там сказки. И он начал там рассказывать, как он весь будет ей подчиняться, как она будет делать все, что она захочет. Он окружит ее вниманием. у него царство, у него королевство, у него там подданные, у него там все, что хочешь. Я тебе там такие условия, ты будешь играться с цветами, вот, сколько хочешь. Вот. Но ты должна выйти за меня замуж. Я, ты же должна выполнять функцию свою, вот, женщина и так далее. Короче говоря, начал ей петь вот эти сказки. Ну, и она упирает, ну, а он такой, он к шатрии на самом деле. Тут устоять невозможно. Есть люди устоять против которых, ну, вот невозможно. И, короче, она сдалась. Но, единственное, она поставила ему условия. Условие было вот какое. То есть, он не должен никогда, ни под каким предлогом не обсуждать ее действия и не задавать вопросы, если она не хочет на них отвечать. Она ему сказала вот это непременно условие и говорит, что если ты его нарушишь, то будет очень плохо. Ну, мужчина, знаете ли, как, который вас желал женщину, он готов на все. Вот. Он готов на все и он о чем-то говори, слышишь, любимая вот, ганга говорит, да я-то и да я, да я все твоим ногам, даже разговоров нет. Ну, короче, она согласилась, ну, сыграли там свадьбу, ну, и как положено, через 9 месяцев рождается ребенок. Рождается ребенок и счастливый папаша, ну, увидел там, как все понятно, да, увидел ребенка, но все, счастлив, мальчик. И вот на какой-то, какой-то, она у себя там уединилась, там в форме, там ребенка, там вроде бы, ну, как бы, да, а он скучает, он говорит, да, я, говорит, как-то он приходит туда, она не показывается, а он, как бы, ну, раз она не хочет общаться, ну, не надо, мало ли, маленький, только родился ребенок, причем интересно, что никому не положено, то есть, роды никто не принимает, она сама должна была рожать, это было ее условие, и она сама родила этого мальчика, и вот как-то он не выдержал, на какой-то там второй, третий день, он пришел и говорит, покажи мне нашего сына, она говорит, подожди, подожди, вот там подожди, там в соседней там в комнате, сейчас, и вот он ждет, и вдруг слышит, как что-то там дверь закрывается, короче говоря, ее не было, не было, не было, а он дал слово, он не может туда заходить, и вот приходит она и говорит, он говорит, так покажи сына, она говорит, нашего сына больше нету, он говорит, в каком смысле нету, нашего сына больше нету, все, вопрос закрыт, мы с тобой договорились, ты не задаешь мне дополнительных вопросов, нету, и он ничего не понимает, что происходит, через 9 месяцев появляется сын, еще один, еще один ребенок рождается, та же самая история, происходит, и он не понимает ничего, но ничего не может поделать, а в те времена держали, люди держали свое слово, в те времена, если человек сказал, он обязательно это делает, чтобы ему это не стоило, вот, поэтому, ну, вот такая вот ситуация, и вот, наконец, и так продолжалось 7 раз, и каждый раз она ему говорила, нашего сына больше нет, каждый раз рождался мальчик, и вот, на 8 раз, он не выдержал, и он решил за ней проследить, он пришел к ней и говорит, покажи сына, она говорит, сейчас подожди, посиди, и вот, он услышал, как дверь опять там где-то хлопнула, но он на сей раз уже решил за ней проследить, и вот он видит такую картину, она идет с младенцем, идет к реке, заходит в реку, и топит ребенка, и он в ужасе, как это так, то есть, она его держит под водой, пока там, вот, пузырьки уже все, и это было, да, это было на седьмой, это было седьмой, это был седьмой ребенок его, и вот, когда он это увидел, но он ничего не мог сделать, он ничего не мог сказать, он ничего не мог с ней обсудить, он дал слово, но на 8 раз опять прошло 9 месяцев, и родился ребенок, и та же самая история, и вот опять он говорит, покажи сына, она говорит, сейчас подожди, и как только она выходит, он к ней подбегает и выхватывает этого сына с рук, и говорит, я тебе больше не дам утопить нашего сына, она на него посмотрела, ни слова не говоря, зашла в свои покои, собрала там в сумку какие-то там вещи, и ушла, и она ушла вместе с этими вещами на берег реки, и сама там утопилась, почему это вопрос, почему она это делала, это будет долго, мы, может быть, с какой-то другой передачей, но дело в том, что 8-м ребенком этим, был Пхишмадев, Пхишмадев, это дед этих пандовов и кауравов в этой битве на Куркшетре, когда за 18 дней погибло более 600 миллионов человек, кшатриев, это была известная битва, которая произошла 5000 лет назад, и это символизирует собой начало Кали-юги. Вот. Такая печальная история, но это все, так скажем, аллегория того, что происходит. И когда мы говорим про Индию, то мы говорим о том, что Индия себя защитила, защитила не один раз. То есть, когда приезжают туда люди просто погулять и посмотреть и поглазеть, но они видят только то, что им положено видеть. На самом деле, там очень и очень многие серьезные вещи происходят, и они настолько серьезные, что тут, вообще-то говоря, не дано, скажем, западному человеку разграбить это все, потому что есть причины, что цикл должен закончиться. Мы сейчас говорим о цикле, который называется Кали-юга, и в рамках четырех юг, или там, скажем, Маха-юга, вот эта Маха, это большая, да, это последний этап 432 тысячи лет, из которых 5000 лет прошло на сегодняшний момент, более 5100 лет оно прошло, вот, и понятно, вот мы сейчас находимся в этом, в этой паре. Сейчас, для чего и почему, сейчас очень важно, то есть, это идут перетурбации, почему, первые 5000 лет мы находимся в очень и очень серьезном, скажем так, цикле, который называется полнейшая деградация, полнейшее невежество, 5000 лет, то есть, 5000 лет уже прошли, правильно, мы сейчас находимся на периоде какого-то подъема, то есть, оно шло категорически вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, и вот сейчас оно начинает, скажем, раскрываться и идти вверх, это цикл такой. В этом цикле, после такого цикла, он называется, по физической концепции, на санкрите называется пралая, то есть, после окончания калийюга, это, скажем так, большая глобальная кайта пралая, когда будет уничтожаться материальная вселенная и частичное разрушение материальной вселенной, и сейчас в наше время есть на земле, вот, об этом мы говорили в прошлой передаче с Константином Стефанским, есть так называемая кальпограмма, которая находится на территории Шамбалы, и в этой кальпограмме находятся люди, высшие существа, которые пережидают порог калийюги, потому что после калийюги будет наступить сатья-юга, это эпоха благоденствия, и вот они все хотят, вот эти вот, скажем, высшие существа, которые там находятся, они пережидают это все, ну, а для чего нам это надо, потому что во время пралая процесс, ну, как бы водораздел, да, мы идем, справа и слева обрыв, вот, и мы идем, но обрыв очищения и обрыв совсем другой обрыв, ну, скажем, ад и рай, к примеру, да, то есть наш выбор, куда мы попадем, для этого нам надо, понятно, находиться в каком состоянии, в каких вибрациях, и вот то, что происходит сегодня в центре Сен-Гейте, конкретно в школе познания, это элементы обучения, элементы познания, чтобы, ну, не попасть вот туда, в другое место, а попасть туда, куда надо, вот, и продолжать познание, потому что жизнь со смертью физического тела, как мы знаем, не заканчивается, а наоборот, продолжается, и по мере познания, эволюции, мы не падаем ступеньки, на которые мы стали, если мы вышли на период, на какую-то ступеньку, какого-то познания, с нее мы уже не упадем, у нас сегодня в программе, где-то я буду звонить, через 10 минут, я буду звонить Ольге Викторовне, почему, то есть, уже было объявлено, те люди, которые были с Еленой Смирновой, и до этого они знают о том, что намечается два этапа нашего ретрита, мы сейчас поговорим о других вещах, просто чтобы вы знали, о чем пойдет речь, два этапа, первый этап, поскольку Елена Смирнова находится сейчас в районе Москвы, под Москвой, и все зависит от тех людей, которые захотят встретиться с ней, ну, я буду на интернете, то есть, я как бы все это буду организатором, Центр Сангейс, и поэтому надо знать тех людей, которые хотят к ней встретиться, еще раз, программа состоит в Москве пока, 21-22, два дня, два дня, примерно, примерно, программа будет состоять из двухчасовой лекции, для всех, абсолютно всех людей, так, но для тех людей, которые учатся у Елены Смирновой, и те, которые подписались сейчас, или собираются подписаться, они останутся еще на следующую программу, после перерыва, то есть, заканчивается два часа, все, которые там присутствуют, которые не учатся, а просто хотят встретиться с Еленой Смирновой, со мной в том числе, они могут уехать, еще раз, те, кто приедут в Москву, или те, кто там проживает, остальные студенты, ну, студенты, те, которые, еще раз, прошли какие-то курсы, и те, которые собираются идти на первый уровень, они останутся, и тогда для них будет отдельная лекция, еще раз, первые два часа, потом дальше будет где-то примерно час, ну, как получится, а дальше будут вариант консультации, консультации, то есть, консультации могут быть для всех, как для новых, так и для тех, которые уже обучаются у Елены Смирновой, как 21 число, так и 22 числа, два дня, кто-то может прийти и тогда, и тогда, но, в общем-то, примерно программы одинаковые, просто количество людей может не поместиться, в зале первое, второе, могут, допустим, люди не все могут приехать, вот, какой-то день они заняты, они могут приехать в следующем, поэтому зависит, конечно, дорогие друзья, от вас, от количества людей, от количества людей, почему? Потому что зал надо ориентовать, и, как вы понимаете, это стоит первое единки, второе, не так просто найти помещение, ну, все сегодня чему-то обучаются, и довольно сложно найти, и это, бывает, стоит очень дорого, поэтому нам надо знать количество людей, которые захотели бы в этом мероприятии участвовать, это речь идет пока о Москве, дальше, второй вариант, это город Краснодар, поскольку в городе Краснодаре будет находиться в течение времени какого-то, скажем, недели две-три, возможно, будет находиться Елена, по ее, там, отдельным причинам, и, также в Краснодаре, я планирую, чтобы все это сложилось, опять же, все зависит от того, от желающих, Ольга Викторовна Григорьева, и в этом плане у нас будут программы, и то, что это называется, ретрит, поэтому, вот, задавал вопрос, что это такое ретрит, ретрит, это, ну, я не хочу переводить, ретрит, это, как бы, ну, забота о людях, и их, как бы, ну, что ли, лекция, их обеспечение, в смысле, в данном случае, как информация, с проживанием, с обеспечением проживания, на данной территории, где происходит вот такое вот, я бы назвал это фестивалем, скажем так, и есть вероятность размещения от 10 до 15 человек, вот, если собираются вот эти 10 или 15 человек, которые готовы приехать, даты пока еще не определены, потому что, да, от этого тоже зависят даты приезда, скажем, Ольги Викторовны в Краснодар, но там есть возможность проживания, в таких походных условиях, ну, вариант, допустим, в палатках есть, кто желает, кто желает, имеется отдельную комнату, и там есть, как известно, отели, ну, гостиницы, где вы можете остановиться, я не думаю, что там очень дорого, но такая возможность тоже есть, но нам надо иметь, вот, информацию о людях, которые туда готовы приехать, в Краснодар, еще раз повторюсь, это будет программа, заезды будут, пятница, суббота, воскресенье, два заезда таких, скажем, ну, где-то середина, конец июля, пример, вот, то есть, пятница, суббота, воскресенье, ну, как мы понимаем, наверное, географию, вы знаете, лучше, чем я, я уже, как бы, могу и подзабыть, но там недалеко до моря, поэтому, желающие остаться, скажем, и поехать к морю, там отдохнуть, тоже есть такая возможность, но нам, опять же, об этом надо знать. Время начала ретритов в Москве. Ну, я полагаю так, что начало будет, мне надо же тоже, как бы, присутствовать, а разница у нас 8 часов, поэтому, скажем, я полагаю так, что начало будет в 11 утра по московскому времени, 11 утра, в оба этих дня. У меня будет 3 часа утра или ночи, не знаю, но, не важно, это я, так сказать, подстроюсь. Вам главное, я так полагаю, все-таки встреча с Еленой. С этим понятно, да? Централизованно, пожалуйста, мы все пишем, в центре Сангейс, там есть, так сказать, администратор, вот, я, только если этот вопрос каким-то образом не решается, тогда я его решу, можете не сомневаться, но не надо мне лично писать, поскольку нету, возможности отвечать, к сожалению, всех, тем более, что я и не владею многими вопросами, правильно? Поэтому, оплаты и так далее, это не ко мне, пожалуйста. С этим мы разобрались. Вы задавайте, дорогие друзья, вопросы, поскольку сейчас, скоро я буду звонить Ольге Викторовне, и по этому поводу тоже, и по поводу другому. с этим мы разобрались. Давайте мы попробуем с Ольгой Викторовной, мы поговорим, если она, конечно, будет на связи, мы с ней поговорим, сейчас я попробую, я попробую вывести на скайп, так, вот она у нас есть, давайте мы ей сейчас позвоним, ну и заодно поговорим, вы можете задавать, дорогие друзья, вопросы, поскольку, давайте, вначале я ей позвоню, удостоверимся. Ольга Викторовна, меня слышно? Да. Замечательно. Одень, пожалуйста, да, наушники, вот, давай побудь на линии, а я сейчас вот отвечу на вопросы, так, и мы тогда приступим к некоторым вопросам. Юлия, Юлия, если человек не может приехать, будет ли прямая трансляция? Да, мы планируем прямую трансляцию, то есть количество людей в зале присутствует, к примеру, если речь идет о Москве, это, ну, может быть, и 10 человек, но на, скажем, на интернете, прямо у себя дома, у своих компьютеров, это будет лекция, это будет программа, в реальном времени, и с картиной, картинкой, вы можете присутствовать, но для этого вам тоже надо написать, вы хотите присутствовать, вы можете приехать, или вы будете присутствовать онлайн. это касательно Москва, тут уже определено, а вот сейчас мы поговорим с Ольгой Викторовной, она слышит меня, сейчас вы услышите ее, речь будет идти о программе, ретрите, которая состоится в Краснодаре, возможно состоится в Краснодаре, и, конечно же, тут, тут может быть, тогда, сейчас я попробую, так, вывести, сейчас, секундочку, так, вот она у нас, так, вот, вот, это зависит тогда от желающих приехать, и желающих, не все, конечно, могут приехать, как в Краснодаре, так и в Москву, и есть люди, которые живут вообще на других материках, но, тем не менее, те люди, которые участвуют в наших программах, в центре Сангейтс, студенты или не студенты, это не имеет значения, мы сможем провести такую прямую трансляцию, будет, так, неужели в Москве у нас нет головной организации для подготовки и проведения этого всего мероприятия, Владимир, уважаемый профессор, оно приятно, Владимир, к сожалению, нету, вот, хотелось бы, чтобы у нас было это, но вы понимаете, я не могу быть везде, вот, я могу организовать все, что угодно, и это делаю, что самое интересное, на любых материках я могу делать, почему не находится, это вопрос не ко мне, ну, давайте, кандидатов, есть такое понятие, franchise, по-английски это называется, или franchise, по-русски, я с удовольствием, почему должно быть все зациклено, первое, на Майкле, второе, скажем, я не функционирую, я живу, проживаю в Соединенных Штатах, но это не значит, что я там, скажем, американец, я никогда им не был, и никогда им не собираюсь быть, я родился вообще-то в России, я с огромным удовольствием пообщался бы, и приехал бы, если надо будет, потому что есть все буквально, и это было бы здорово, если бы там были люди, но вот пока, к сожалению, нету, поэтому вот как-то так приходится мне как-то самому это организовать. Света, где будет проходить мероприятие в Москве? Так пока же мы не знаем, оно будет происходить тогда, когда у нас будет кворум, еще раз, тогда будет сниматься помещение, и если те, кто проживает в Москве, ну что вам за проблема, добраться вы можете всегда, там, слава богу, метро ходит, в общем-то, поэтому вы всегда доберетесь, как нечего делать туда, но когда у нас будет, вот все это дело известно. Хорошо, давайте мы, мы вернемся к этому, у нас вот пока на связи Ольга Викторовна, давайте мы поговорим, рад приветствовать вас, Ольга Викторовна. Да, доброго здравия всем, ну, в Москву я собираюсь, меня пригласили с 24 по 30 июня, пригласили в Москву, собирают там, вебет, на семинар, поэтому в Москву, да, вот, значит, если кто желает, пожалуйста, можно получить какие-то ссылки, я, правда, места еще пока не знаю, то есть там организуют, вот, офис какой-то, я пока еще адрес не могу сказать, пришлют, может, сегодня-завтра вышлют, адрес не знаю. Ольга Викторовна, ну, мы сейчас в данном случае, если мы говорим про Москве, мы сейчас говорим только про Елену Смирнову, поскольку, вот, да, я этой информации тоже первый раз слышу, да, а вот с вами, да, с вами мы говорим, пока, во всяком случае, мы говорим про Краснодар, так, и вот вариант вашего присутствия в Краснодаре, но для этого, да, для этого нам надо знать и количество желающих приехать туда, и количество желающих вообще присутствует даже онлайн на этом ретрите, потому что программа будет не такая, как она идет здесь, это будет два человека в реальном времени, то есть Елена Смирнова, Ольга Григорьева будет находиться в каком-то там месте, в каком-то помещении, скажем, и я буду находиться, и это будет программа даже вот так вот на троих, с очень серьезными вещами, мы никогда этого не делали, но вот попробуем. С этим понятно, если по поводу встречи, то это другие даты, это другие даты, тогда это просто отдельно к Елене Смирновой, ну и, возможно, отдельно к Ольге Викторовне, вы тогда, друзья, напишите, мы потом переговорим с Ольгой Викторовной отдельно, вы напишите так или иначе в центр нам, и мы посмотрим, можно ли как-то вас туда подключить, или это мы все сделаем в Краснодаре, поскольку там будет гораздо больше возможностей? Да, можно, конечно, да, и в Краснодаре. Единственное, что мы сейчас готовим жилье, ну, скажем так, да, для людей, которые захотят туда приехать, и которые захотят быть на свежем воздухе, ну, то есть спать достаточно комфортно, конечно, но если люди хотят попробовать себя в каком-то качестве, да, может быть, дикаря или там еще как-то, то есть, ну, Юг, он предполагает, что ты там все равно живешь не совсем в таких условиях, если кто желает, конечно, можем организовать такие встречи. Мы сделали вылазки в других городах, у нас получалось здорово, все были довольны и счастливы, поскольку на природе это, в общем-то, очень комфортно, то есть это не город, не центр города. Если кто желает, то мы обязательно примем народ и, в общем, научим готовить правильно пищу, научим разговаривать прямо по ходу там, с пространством, конечно, там будет, ну, всякие уроки будут, конечно, да, ну, как обычно, только это будет уже на природе, это будет прямо вот на месте, как можно это сделать. Если есть желающие, пожалуйста, ждем. Да, Майкл? Да, хорошо. Мы это все с вами, друзья, обсудим. Как только вы подадите вот такие заявки, что вы хотели бы, и тогда условия вам будут, естественно, даны. Ну, пользуясь тем, что, собственно говоря, для этого нам не надо, Ольга Викторовна, но пользуясь тем, что все-таки мы здесь общаемся, вот я хотел бы спросить у вас вот о чем. Сейчас мы находимся в достаточно сложном положении в плане того, что происходят очень серьезные какие-то перетурбации и на политической арене, геоклиматических каких-то зонах, в сознании людей происходят очень и очень серьезные изменения. Мы говорим о том, о чем мы никогда не говорили, о параллельных реальностях, мы говорим о жизни после смерти, мы говорим о плеятах, в Сириусе, жизнь там, если жизнь на Марсе, это было, когда там было, Эльдара Рязанова, это карнавальная ночь, если жизнь на Марсе, когда там Филиппов, это 55-й год, по-моему, я не помню, 58-й, вот, что там, если жизнь на Марсе? Да, говорят, что вот, недавно говорили, там, ожидают нашествие, очередное нашествие марсиан, которые тут, понимаете, хотят завоевать, да, нашу планету, а ну нахи так уже давно, там, золото добывают, в общем, происходят какие-то, какие-то все изменения, и вот, давайте мы поговорим, вы слышали такое понятие архонты, кто такие архонты, знаете? Да, конечно, ну, конечно, родня, ну, с какой стороны родня? Вот давайте, я хотел поговорить об архонтах, но давайте, раз вы уже здесь, давайте мы с вами поговорим, вот, кто такие архонты, да, и для чего они вообще тут существуют? Для чего существуют? Ну, знаете, вольные каменщики, они были всегда, ну, наверное, они вечные, да, и, может быть, они играют не только на планете Земля, а, скорее всего, наверное, под их юрисдикцией находится большое количество, планет, в которых они рулят, ну, если можно так сказать, да, то есть дистанционное управление достаточно легкое, то есть технологии, они разработали всегда такие, что есть один кабинет, если так можно сказать, из которого идет управление и не только планетой Земля, да, другое дело, что иногда они сами приходят к теле, то есть воплощаются именно в конкретное мясо и могут здесь быть как люди, ну, то есть вы иметь человеческое обличие, да, ну, то есть и очень трудно потом отличить от нормального человека, это действительно сложная задача, если ты не знаешь каких-то точек, ну, вот как бы, то отделить или отличить очень трудно. Ну, какие задачи они поставили перед собой, значит, ну, в основном, это, конечно, система слежки, да, то есть они не сколько палки в колес оставляют, то есть у них есть разделение, конечно же, да, то есть есть отряд, который может делать какие-то провокации, то есть сталкивать толпами, ну, ведь миллиарди глаз, потому что нас никто не отменял, а есть еще такая конспирологическая, что ли, служба, когда люди, значит, они могут, ну, тотальную слежку устраивать за всеми, ну, кто им интересен, да, кто находится в зоне интересов, и если у них что-то там получается, то они, значит, такие довольные, радостные, там, потирают руки, в общем, вылавливают, в своей сети достаточно большое количество людей, в общем-то, ну, они создаются, ну, как бы, так сказать, выкнем рабстве, что ли, не знаю, как это выразится, то есть архонты, как таковые, создали, здесь очень много всяких разных систем, и тайное правительство создали, и всякие разные, где перские, и масонские, отлина, дитонские, и так далее, то есть у них достаточно большой, так сказать, запал, и они, в общем-то, много чего наворотили, очень много всякого разного, значит, создали, да, всяких организаций, которые, в общем-то, хорошо здесь трудятся, если можно так выразиться, да, и, в общем-то, ну, если люди как-то сталкиваются с этой ситуацией, то, конечно, они должны делать выбор, да, либо ты, значит, ломаешься и работаешь на них, либо ты, значит, остаешься на стороне божественности, но мы много проходили всякого разного, поэтому, если у нас левая, правая сторонняя сущности, если мы их раскормили, конечно, архонтом попасться на крючок вообще нет проблем, ну, это делают они насчет раз, если же мы все-таки как-то успели вычистить тело и поднять вибрацию, то, в общем-то, мы недоступны, недосягаемы для них, поэтому, ну, значит, у них будут свои игры, и они, значит, будут где-то в зоне не в твоих интересах, да, то есть, ну, вообще, про них, конечно, читать интересно, и, как бы, но, моя сфера как-то, как раз, наверное, я очень давно с ними как-то перестала контактировать, может быть, когда-то и было такое, да, в каких-то жизнях, поэтому интереса как такового, в общем-то, проявленного нету, поэтому, может быть, левитева, наверное, такая, страшноватая, ну, если кому интересно, да, вы можете задать вопросы, я думаю, что вселенная ответит на эти вопросы, давайте я вам зачитаю сейчас некоторый абзац из книги, так, а что ты там говорил насчет Третьей мировой войны, поинтересовался у сенсея Володя, архонты действительно ее запланировали, к сожалению, кинул сенсей, с нынешним ядерным вооружением передовых стран, проговорил Николай Андреевич, но это же глупо, конечно, глупо, но это в понимании нормальных людей, а в извращенном понимании архонтов это норма, пожалуй, сейчас я вам скажу то, что вскоре узнает миллионы, раскрою вам тайные планы архонтов, для того, чтобы им потом не скучно было работать, так вот, архонты рассчитывают глобальные войны по поколениям, и судя по их расчетам, это поколение должно застать, это, наше поколение, должно застать третью мировую войну, архонты запланировали три даты на начало новой глобальной войны, в зависимости от геополитической ситуации и уровня подготовки ими населения к этим событиям, первая дата это 23 декабря 2012 года, ну, когда, как мы знаем, предсказывался конец света, вторая дата это 2017 год, вот совсем недавно, и третья дата 2025 год, это основные даты, на которые они ориентируются и строят свои расчеты, хотя, естественно, могут быть изменения, как в любом другом плане, в принципе, подготовка к этим событиям легко можно увидеть и проследить единственным сильным противником архонтов, которые серьезно сможет противноставать их намерения, будет Россия. Ну, там еще много чего, но вот как вы считаете, Ольга Викторовна, ну, скажем так, вот то, что написано, то, что я вам зачитал, как вы оцениваете? Ну, любимое занятие, еще раз говорю, разделить всех на белых и красных и поссорить, и переругать, и, в общем-то, запустить какой-то ядерный потенциал, в принципе, они пробовали это делать ни раз, ни два, и даже не знаю, сколько раз пытались. И иногда им это удавалось, ну, то есть, Земля же не первый раз начинает заново, да? Вопрос стоит-то вот в чем, у них в этот раз не хватает энергии, то есть, оно бы, конечно, и хотелось бы, оно бы, конечно, и да, но есть параметры энергии, да, у Земля имеет свой параметр, ну, это вибрационный, да, фон, и в этом вибрационном фоне уже невозможно никакие, вот, глобальные, есть, да, глобальный фон, уже невозможно, именно в этом вибрационном фоне. То есть, Земля уже подняла вибрации, ну, тогда надо спускать вибрации вниз, ну, тогда в тех вибрациях будет возможно, да, что-то сделать. То, что будут локальные войны, да, локальных войн будет достаточно, и они будут, ну, повсеместно, то есть, все, кто хочет прожить третье измерение до конца, тот будет хлебать локальную войну до своего, как бы, совершенствования, да, то есть, когда проснется, вот, а насчет глобальной, еще раз повторю, на сегодняшний день им вибрации не хватает, не хватит, то есть, мы вышли на другой уровень уже, надо было чуть-чуть раньше делать третье, а вот там еще энергия была подходящая, они как-то пропустили этот момент, но теперь уже все, локоть близко, уже не укусишь. Вы знаете, вот подтверждение этого, локальные будут, вот то, что вы сказали, вот тут есть продолжение, первое, что они сделают, попытаются максимально ослабить своего серьезного противника, который действительно может помешать им в реализации их планов. Для этого они прибегнут либо провокационной, деструктивной политики внутри данного государства через своих людей, либо, если у них это будет слабо получаться, постараются обложить это государство подконтрольными им странами, естественно, при необходимости, устраив в данных странах государственные перевороты или революции, дабы привести там к власти свое марионеточное правительство. Ну и в данном случае приводятся даты, причем интересные цветные революции на постсоветских территориях. 2003 год, Грузия, революция рос, 2004, Украина, оранжевая революция, 2005, Киргизия, тюльпановая революция, 2005 год, Узбекистан, попытка цветной революции, 2006, Белоруссия, Васильковая революция, Армения, попытка цветной революции, Молдавия, сиреневая революция, Киргизия, дырная революция, в общем, цветные какие-то революции, но в принципе действительно что происходит? Происходит то, что пытается заморочить, короче говоря, людей и не дать им возможности думать и как бы быть на стороне светлых сил. Вот как вы считаете в наши занятия в рамках нашей школы познания, вот сейчас второй год мы уже занимаемся, верно? Как вы видите людей, идёт изменение в сознании, скажем, ну вот прошлый год или там пять лет назад? Ну, конечно, какая-то часть населения застряла в третьей плотности, непонятно, когда они оттуда вынырнут, ну, то есть это вот какое-то такое поколение там, с ними, конечно, сложно. А всё остальное молодое поколение приходит с другой подировкой, и у них уже сознание другое, поэтому они не позволяют себе уйти с на шею, и они не позволяют себе агрессию, то есть они не стремятся ни к какой революции, они, ну, просто, если выходят, то, значит, просто стоят там, как-то, вот, то есть нету встречного вот этого агрессивного движения, но это говорит о зрелости нашей молодёжи, которая пришла, и которая, в общем-то, совершенно спокойно может и простить, и принять всё, что происходит, и они достаточно мудрые, поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Ну, да, мы на это надеемся, особенно в связи с тем, что у нас постоянно идут занятия, и без сомнения, находясь в высоких вибрациях, не в пример тому, как было, вы знаете, вот, я вам хочу сказать, не могу, к сожалению, поставить запись, поскольку YouTube это закроет тогда, было совсем недавно Евровидение, вот, которое проходило в Израиле, и там выступала Мадонна, и вот она, значит, там целое было представление, которое она там сделала, и песня, которую она пела, так вот, была измерена, так называемая, есть такая шкала, Дэвид Хапкинс, это доктор, очень известный, его уже нету, но он такую вот, сделал такую шкалу, и она называется Level of Consciousness, или уровень сознания, и вот, когда померили по этой шкале выступления Мадонны, там, то уровень Level of Consciousness был 25 всего, 25, а это не намного выше, чем уровень Murder, убийств, то есть, категорически, то есть, о чём там вообще шла речь, о чём эта песня была, и вот то, что это всё показывалось, и атрибутика этих людей, которые там участвовали в этом представлении, ну, это просто зашкаливает в минус, так вот, уровень сознания, как вы считаете, на Земле повышается? Уровень сознания масс, людей. Он априори повышается, потому что сама Земля повышает вибрацию, мы не можем идти не в ногу с Землёй, но другое дело, что есть заинтересованные лица, скажем так, в понижении вибрации, и прилагают все, скажем так, усилия прилагаются для того, чтобы продолжать оболванивать население, и, в общем-то, белое сделать чёрным, и иногда им это удаётся, и, в общем-то, мы это видим и по телевизору, иногда и в интернете, и вообще проскальзывают какие-то, да, информации, причём там всегда есть двойное-тройное дно, то есть пока ты поймёшь, чего они хотят, то есть иногда бывает дорога такая долго-долго идущая, да, то есть планируется совсем одно, и под что-то подстраивается, подстраивается, и, в конце концов, кередного лета начинают понимать, чего они хотели, вот этим действием, и чего они добились, да, то есть как они это делают мастерски, терпеливо, да, для того, чтобы промыть мозги нужно много-много-много лет, например, уничтожать, допустим, знания, да, ну там, школьные знания уничтожать, да, институтские знания, то есть перепубликовывать, скажем, да, изменять историю, или там артеологию менять и так далее, видеть, то есть из любой бочки мёда можно сделать бочку дёгтя, плавно, медленно, никуда не торопясь, но это сделать можно, и им это иногда удаётся, ну вот, бывает. Вы знаете, вот я сейчас показываю на экране, тут по-амлиски, то есть ожидаемое время и место воздействия каких-то небесных явлений. Анастасия, сейчас я отвечу на ваш вопрос, давайте мы посмотрим, что здесь показано. Вот смотрите, то есть воздействие сегодня, сегодня идёт огромное количество таких, скажем, явлений, как падение метеоритов, огромное количество просыпается вулканов, изменение полюсов, магнитных полюсов, то есть вот такого я не помню, если честно, за 27, ну я может могу и подзабыть, но всё-таки 27,5 лет я живу, вот я смотрю за окно и вот на протяжении уже каких, ну две недели практически каждый день идёт дождь. Лето наступило, то есть в апреле месяце, в середине апреля 20-го числа был снег, то есть снежная буря была, которая отменили даже рейсы в аэропорту Охера, это просто что-то совершенно непонятное. В Хабаровске весна наступила на три месяца раньше, так вот считается, считается о том, что Земля она реагирует и это не считается, это на самом деле правда, сознание Земли определяется сознанием людей, живущих на этой Земле. И соответственным образом, что происходит, если взять логически и забыть про нас и наше понимание этого процесса, как это так, мы такие светлые и чистые, то тогда мы можем представить себе о том, что Земля, как живое существо, пытается этих самых микробов сбросить с себя. И очищение Земли идёт очищение людей, поскольку они привели к тому, что Земля так себя ведёт. То есть, это вулканы, правильно? Это цунами. Вот здесь показано, вы не видите, Ольга, но я могу рассказать о том, что значит, вот здесь давайте дальше, нет, мы посмотрим вот сюда. Вот смотрите, вы, наверное, сейчас видите, правильно, я вам сейчас показываю на экране, здесь написано эквезер, то есть, прогноз погоды, и это лето 2019 года, то есть, всё начнётся, вот здесь написано, Iberian Peninsula, это Пиренейский полуостров переводится, severe thunderstorm, то есть, просто ужасная гроза, и как мы видим, здесь у нас Италия, а вот это Пиренейский, там, перешей, как называется, ну, полуостров, да, вот, и везде написано wildfire, это огонь, то есть, это пожары, heat, wildfire threat, то есть, это severe thunderstorm, то есть, вот здесь вот Адриатическое море и так далее, и здесь очень и очень серьёзные вещи будут. Дальше, вот здесь справа написано, видите, severe weather, то есть, очень страшная погода, и вот здесь дельфины, больше, чем 260 мёртвых дельфинов было найдено на побережье, начиная с февраля, это Флорида, Луизиана и Флорида, в Соединённых Штатах, то есть, такого никогда не было. Что же происходит? Видите, температура, вот здесь написано, начиная с Северной Франции, Бельгии и Нидерландов к Польше, Словакии и Венгрии, 38 градусов тепла или 100 градусов Фаренхайта, температура может достичь 40 градусов части Южной и Восточной Франции с июля по август. Вот, что происходит в настоящее время с землёй и с погодой, как вы считаете? Ну, то, что на земле будут происходить изменения климатические, это было сказано давно, здесь, как бы, для нас особых новостей нет. Другое дело то, что есть предупреждение о том, чтобы люди не сиделись на береговой и это достаточно опасное явление. У людей должно быть внутреннее обязательно соединение с землёй, это обязательно, то есть земля должна знать вас для того, чтобы не создавать в каких-то местах ураганов и так далее. То есть все люди, которые не соединены с землёй, обязательно окажутся в безопасном месте, независимо от того, что на самом деле там будет происходить. То есть земля сама своих людей, она по этому ручьему заявлению, она, конечно, своих вычисляет и, в общем-то, все люди остаются живых и так далее. Конечно, если люди не сведущие, не понимающие, то они, конечно, под катаплизмы, ну, естественно, в Европу её ожидает много потрясений всяких разных и всё, что будет происходить в Европе, конечно, оно может закончиться. Но там, в принципе, всегда не скучно, да, значит, там всегда разворачиваются какие-то события, это лоскутное объяло, побеленное на разные кусочки, оно всегда там бурливо кипело и там но вот в этот раз, наверное, вот это кипление оно будет достигать какого-то апогея и, конечно, люди просто взбаламутят своими энергиями там и поднимут, я даже не знаю, да, наводнение пожара или что, они поднимут своей энергии. Ну, конечно, вот Европа, да, попадает под расдачу, а в основном страны третьего мира в принципе исчезнут, практически исчезнут плита земли, поэтому там тоже, ну, как бы свои либо катастрофы, либо наводнения, либо там землетрясения или еще что-то точности сложно сказать, но значит, действительно остается самый безопасный момент это Российская Федерация и часть Канады и часть Америки, то есть вот там тоже практически будет безопасная зона, которая не будет подвержена никаким, ну вот, клачок там, скажем так, никаким ударом, ну, я не знаю, как это сказать, да, то есть, ну, поэтому, в общем, еще раз повторю, все люди получат свой сигнал, то есть ангел всегда будет рядом, и он всегда подскажет, в какую сторону надо ехать, что надо делать, если вдруг действительно происходят какие-то события, то есть куда надо перемещаться, или передвигаться, или что нужно делать, я думаю, что всем сообщат, никого не оставят без связи, ну, своих, я имею в виду, да, еще раз повторю, те, кто слышит планету Земля, естественно, она будет предупреждать всех, и, разумеется, она скажет, куда надо перемещаться, и что надо делать, да, Майкл? Да, вот я показываю сейчас на экране у нас зона, значит, что мы имеем в этой зоне, то есть вот эта часть, вот это Флорида, это Флорида и чуть выше, правильно, то есть, ну, побережье, как мы знаем, да, здесь понятно, да, залив, мексиканский залив, побережье, ну, и Луизиана и Техас, что, в общем-то, уже было, и мы уже были в Нью-Орлеан, это была Катрина, да, как мы знаем, и это, Сэнди, это было в Нью-Йорке, ну, а западное побережье, это Калифорния, заметьте, Калифорния, Кали, Кали, это Кали-юга, то есть, это эпоха разрушения, это эпоха очень серьезная, теперь смотрите, Апокалипсис, почему там опять, Апокалипсис, правильно, и там это, то есть, это не случайно, все как-то вот было, мы произносим, мы даже не знаем, что это означает, но это и тут очень серьезные вещи, я хотел показать, я не знаю, есть ли у меня время уже показывать, но дело в том, что есть точки на земле, есть, скажем, коды, то есть, есть вещи, которые, ну, нашему брату, так говорится, не рассказывают, но вот, допустим, я хотел вас спросить, и на этом, наверное, мы вас отпустим, а дальше я, вот так, скажем, сам побуду, что такое число зверя, как вы считаете, три шестерки, имеется ли это, имеет ли это под собой какое-то мрачное вот такое, вот действительно ли это число зверя, или это сами люди себе придумали, в Библии же это сказано, сочти число зверя. Ну, мы начали игру с вибрации 333, в несколько квантов нам нужно достигнуть вибрации 999. Между 999-666 и 333-666, то есть, это наш путь. И вот в этом пути нас, конечно, ждёт не только самое светлое будущее, но, естественно, здесь ждут наши трансформации, и достаточно жестокая трансформация, поскольку мы играли в разные игры, и, конечно же, у нас трансформация тела, она бывает болевая, иногда бывает очень такая неприятная, и с удвижением, и уничтожением, и так далее, то есть, эмоционально она очень загрузана, поэтому, конечно, когда ты двигаешься по кванту, во все 666 вибраций, когда ты двигаешься вперёд, это больно, это трудно, это тяжело, на сегодняшний день, конечно, практически путь пройден, да, то есть, мы уже плантовали настолько, что уже вибрация поднялась, в общем-то, нет, ну, такой серьёзной, да, мы прошли много, то есть, большую часть пути пройдена, осталось немножко, но, тем не менее, для некоторых людей и эта остаточная часть пути будет сложной, можно так сказать, поэтому, на самом деле, в самой цифре нет ничего такого, что приписывают, да, вот одна шестёрка, это значит, одна тяжесть, две шестёрки, это вторая тяжесть, значит, три шестёрки, а там, четыре шестёрки, это совсем, там, смерть и прочее, конечно, можно приписать цифре всё, что угодно, но всегда надо понимать, шестёрка, это новая, да, шесть, это всегда начало, и, то есть, начало нового пути, то есть, вот ты идёшь по новой дороге, ты хочешь для тебя себя, новых открытий, ты хочешь новую жизнь, ну, и, конечно же, ты начинаешь с шестёрки, ну, и, соответственно, ты её увеличиваешь, и 66, и 666, и так далее, цифра 13, тоже имеет своё сакральное число, но я так думаю, что кому-то было очень выгодно спрятать эти цифры в какой-то, ну, скажем так, страх, запрятать, чтобы люди особо боялись этих цифр, ну, и старались как бы не общаться с этими цифрами, ну, каждому своё, врать-то можно долго, но ведь когда-то правда вылезает на поверхность, там идёт. да, понятно, ну, хорошо, тогда, Ольга Викторовна, благодарим вас, я давайте тогда завершу, ну, в смысле, программа-то ещё пока останется, но мы с вами попрощаемся. Всего доброго. Всего вам доброго. Всего, до свидания, до новых встреч. Так, дорогие друзья, давайте я пока остановлю временно, так, ну что, мы продолжим, мы продолжим. По поводу других стран, ну, можно просмотреть, эти страны, просто я не готов сейчас показать, я знаю, как-то, как-то вскользь. Мне было бы интересно, посетить Израиль, наверное, но уже в части того, что, потому что там есть очень серьёзные, конечно, вещи, и это определённая и очень серьёзная территория. Взять хотя бы Содом и Гамора, которое было, вот так, скажем, где-то в том месте, почему вдруг ни с того ни с сего, почему именно там Мёртвое море и так далее. Но мне хотелось бы посетить это, потому что я как бы настраиваюсь на те энергии, чтобы через себя пропустить, и потом тогда моё видение этого вопроса. Потому что до сих пор я там был, но, так сказать, совсем для других целей. по поводу Норвегии, ну, ещё раз, это вся Европа, и вообще-то говоря, первый, с моей точки зрения, примет на себя удар Великобритания. Поскольку изначально, ещё раз, это моё, так скажем, моё понимание, восприятие этого, я уже объяснял на другом канале, объяснял, допустим, по поводу валюты, правильно, по поводу биржевых каких-то дел, это всё имеет очень серьёзный смысл. Дело в том, что владельцы, получается, что? Значит, как мы знаем, Великобритания, у них было огромное количество колоний, да? То есть, в принципе, это, с моей точки зрения, это как взяли в рабство. Людей установили там свой режим, и все функционировали под эгидой какого-то там вот. То есть, ну, этого быть не должно. Рано или поздно вот это всё должно каким-то образом как-то отреагироваться. И поэтому территориально находится, скажем, Великобритания, вообще-то острова, которые находятся в водном пространстве. И, как мы знаем, находясь на берегу, это не самое благоприятное место, потому что, если где-нибудь грохнет, то вы понимаете, что цунами, как это было, допустим, в Таиланде, оно накроет так, что мало не покажется. И ничего тут делать нельзя будет уже. Мы уже будем там. А вообще, как говорится, там дёргать, это хорошо там, где нас нету, как говорится. Дело не в этом. Дело в том, что на любой территории как бы чего бы не было, как бы катаклизмов не было, всегда есть люди, которые почему-то остаётся невредимыми. Вот. Для этого надо создавать условия внутри себя, и тебе не дадут, никто не даст, сверху не дадут возможности пострадать физически. А если да, то лишь на благо. Что произошло и почему происходит это всё у нас в нашем мире. Причина очень простая. Мы берём знак, который известен всем. Этот знак называется иньянь. Правильно? Что такое иньянь? Ну, сейчас можно рассказать, и все, конечно, знают, что такое иньянь. Одна энергия, правильная энергия белая, тёмная, мужчина, женщина и так далее, и так далее. Но почему там два знака? Почему там два? Почему эти два составляют единое целое, и внутри него находятся вот эти вот... Почему два? Почему не один тогда? Ну, давайте сделаем всё белое. Вот. И не будет у нас тёмного. То есть у нас будет всё здорово и замечательно, да? Не бывает такое. Вот не бывает. Природа так устроила. Но я сейчас скажу что одна вещь, которая идёт в противовес, и можно ставить уже, начинать дизлайки. В каком плане? Одна цель всего лишь. Цель находится там, сверху, и она задумана. И это цель – создание какого-то материального мира, в котором мы все проживаем. И в этом материальном мире, в котором мы все живём, существуют игры. И мы в эти игры играем. Для чего это сделано? А для того, чтобы дать человеку опцию вернуться туда, к Создателю, который это всё сделал. Существует мир духовный, ещё раз, то есть соотношение нашей малюпусенькой галактики, Вселенной, маленькое. Их неизмеримое количество. Причём наше самое маленькое, что самое интересное. А мы считаем, что мы единственные во Вселенной там где-то как-то. Это всё физика. Никто ничего не отмеряет и не отмечает. Физика – это материальные законы, ещё раз, и все остальные. Но ведь духовные законы не подчиняются вообще никак, они выше. Поэтому горчичное зёрнышко – это наш материальный мир, а мы все на голове у человека. А мы – это и есть тот самый мир духовный. Поэтому Сатья Лока, допустим, правильно? Это не та, это материальная, это высшая планета нашего материального мира. Кому интересно, вот обратитесь в архив, там есть одна программа, на два часа, по-моему, когда-то это была программа, давно. Где вот всё это вот сверху донизу, вот эти количество лет, там неизмеримые, там миллионы и миллиарды лет, где проживают люди наших земных лет. А в духовной мере там нет такого понятия. Количество лет, там есть просто жизнь духовная, и это тело духовное, и это бесконечное. Ну, попасть туда, как можно туда попасть? Ну, вот потихонечку, постепенно мы это делаем. Так вот, значит, что всё-таки происходит в нашем мире сегодня? Есть такой код, вот я не зря спросил у Ольги Викторовны про три шестёрки. Значит, у нас был код 9.11, как вы знаете, да? Существует в Америке служба безопасности. Ну, то есть, это служба, в которую включены, допустим, скорая помощь, полиция, ну, короче говоря, emergency – это вот какие-то серьёзные ситуации, которые возникают. Если мы набираем 9.11, сразу, мгновенно тебя сразу видят, подключают тебя, и это очень серьёзный, скажем, сигнал. Так вот, не случайно, скажем, был 9.11, это какого? 11.11, был 9.11, да? То есть, ну, девятка просто потому, что впереди идёт, в начале месяца Соединённых Штатов, да, септембр 11. То есть, не случайно, это был террористический акт 9.11, 11.11 сентября. Это был такой код. Сегодня код несколько другой. У нас просто времени уже достаточно много прошло, поэтому я не могу, скажем, развивать эту мысль надолго. Есть какие-то вещи ещё, которые мне хотелось бы показать, допустим. Так вот, благодаря этому коду вычислены, допустим, какие-то места наибольшей опасности. И вот в соответствии с этим кодом и некоторыми другими кодами уже определено о том, что, причём это было определено в момент разрушения Советского Союза. почему? Вот эти два символа инь-янь, они не могут одна без другой существовать. Две цивилизации, которые были когда-то, об этом я уже говорил не раз, это цивилизации технократическая и гуманная цивилизация, дравидийская цивилизация была, или мурийская цивилизация. Одна погибла, и все праздновали победу. Нет. И должна была вопрос времени, когда погибнет вторая цивилизация. Не может одна сила существовать без другой. Повторяю, так задумано было Всевышним наш материальный мир. Другого варианта нет. И это будет постоянно вот эта вот борьба противоположности. Единство и борьба, как мы знаем, диалектический материализм и так далее. То есть, где-то мы в школах это проходили. Вопрос праздновать победу не стоит, вообще так говоря, и злорадствовать, потому что вот они там погибли, а мы тут остались и так далее. Загнивающий капитализм у нас, развитой социализм, это детский сад какой-то, да, это именно работа вот этих архонтов или кого угодно на низких вибрациях людей, которые этого не понимают и не обучаются в нашей школе познания. Так, что может произойти? К примеру, Соединенные Штаты две супердержавы были, как мы знаем, но проблема заключалась только в одном, соперничество, постоянная борьба за власть, постоянно одна против другой, противопоставления одна другой. Мы полетели первые там в космос, а мы первые на Луну, ну и так далее. Никто не был на Луне, детский сад какой-то. На Луне вообще никто не был, ни Россия не была, то есть Советский Союз не был на Луне, ни американцы не были на Луне, вообще-то они были на Раху, если уж так, по большому счёту. Это теневая планета, которая, мы её называем, можно сказать, Луной. Вот. Ну, об этом мы уже говорили, сейчас не будем вдаваться в детали. Короче говоря, Соединённые Штаты находятся под очень и очень серьёзной угрозой. То есть в 2001 году было соединение, скажем, ну это уже речь идёт об астрологии, было соединение Марса и Раху. Вот. И как мы знаем, что произошло в 2001 году. Сегодня мы находимся в этом же положении, и у нас предвидится два затмения, которые окажут очень серьёзное влияние. Два затмения. Первое затмение будет 2 июля, а потом будет затмение, солнечное затмение, имею в виду. В июле месяце будет ещё лунное затмение, но солнечное будет 2. И 26 декабря будет затмение, которое будет очень серьёзное затмение. И там прогнозируются какие-то, ну, скажем, возможно, теоретические акты. Так вот, президент, нынешний президент Трамп, но, опять же, прогнозируется, никто этого точности не знает, дай бог, чтобы не было, возможно, будет последним президентом Соединённых Штатов. Почему последним? Ну, потому что в том виде, как существуют сегодня Соединённые Штаты, возможно, они не будут существовать. на это будут причины. И называется даже определённый город. Вот. В частности, по коду вот этому 311 называется город, который... Это Сиэтл. Короче говоря. И там, возможно, что-то. Так вот, угроза сегодня... Никакой угрозы нету, если по большому счёту. Но, поверьте, я могу анализировать и очень даже неплохо, и независимо от того, где я проживаю, какая разница. Это не имеет никакого значения. Никогда не было угрозы ни Соединённых Штатов, ни Советского Союза. Ни между собой. Никогда не было. Это всё надумано было. И по отношению этих двух стран, супердержав, по отношению другого мира. Если мы возьмём Соединённые Штаты, то это всего лишь пока свои крутизны. И вроде бы, что действительно имеет место быть, это стоять на защиту интересов и свобода слова. То есть, ни в коей мере никого не надо подавлять. Но если где-то происходят какие-то очаги, и мы же там не живём, допустим, вот в Ираке, мы же не внутри этого живём. Мы живём и читаем только то, что мы читаем. То Тамас или Саддам Кусейн и так далее, ну, значит, туда вмешивается страна и начинает там наводить порядок, чего, конечно, может быть, и делать не стоит, но смысл этого понятен. Но кто главная сегодня, как ни странно, угроза, и причина этому одна. Знаете, кто? Северный сосед российский. Кто? Китай. Первое, что делают это китайцы? Ну, у них мозги, сами понимаете, другие, верно? Они уничтожают наследие цивилизаций. То есть, они уничтожают, и есть факты этого, во-первых, попираются права людей, там есть концентрационные лагеря до сих пор, где содержится огромное количество людей, совсем не в человеческих условиях. Это страшная штука. Дальше, они библейские, скажем, они сжигают просто Библию, к примеру, да? это чуждые для них вещи. Но когда они делают что-то, и они это делают очень хорошо, раскручивая, в частности, они убирают источник. То есть, источник можно не найти. И тогда, раз источника нет, тогда считаешь, что Китай это все как бы начал и изобрел. И все там усинь, допустим, теории, они вышли, к примеру, пять элементов и так далее, при всем, при том, что это действительно есть, при всем, при том, что это действительно так и все правильно, очень много нюансов. И вот здесь, к сожалению, вот это может быть действительно угрозой, имеется в виду угрозой миру, вот только и всего. Что сейчас сегодня происходит, скажем, в Соединенных Штатах? Сейчас идет война, пока мирная еще война, но она идет война между товарами, обменами. То есть, что произошло? Произошло о том, что Трамп назначил тариф, это называется, или налоги, налоги на товары, которые приходят из Китая. в ответ, они, соответственно, тоже кучу налогов там применили. Самый большой поставщик, допустим, каких, все идет через продукцию. Как мы знаем, они генетически модифицируют и продают уже капусту, яйца, чего они только не продают, просто синтезированные какие-то продукты, питание, которое выглядит, пахнет, и по вкусу она такая же, но это не настоящая. Сами понимаете, да? И вот они самый большой поставщик, как выяснилось, свинины, хокс. Вот. И сейчас идет очень и очень серьезные вещи, поскольку это сумасшедшие деньги. Да? Сумасшедшие просто деньги. То есть, что происходит? Опять мы возвращаемся к деньгам. И вот если это деньги, тогда дисбаланс, совершенно дикий дисбаланс между соотношением богатых и бедных людей в мире, он должен быть устранен. А как его можно устранить? То есть, если мы говорим, допустим, вот я занимаюсь какими-то, ну, я даю обзоры на Чикаго радио, я даю обзоры по финансовому положению на рынках мира, допустим, и на валютных рынках, и на фондовых рынках. То есть, это же не просто там биржа, там не биржа, там низкие энергии, там и так далее, деньги, бабло, детский сад. Нет. Это же, если идти выше, да, то это экономика. Это экономика, а почему экономика? Это тогда борьба за рынки сбыта, допустим, правильно? Потому что от этого зависят деньги, которые все хотят зарабатывать себе. Миллионов же мало, надо миллиарды, миллиардов мало, надо больше, триллионы, допустим, да, вот. Это рано или поздно должно быть устранено. Каким образом? Ну, то ли войной, да, то ли, скорее всего, что будет первым делом, да, ну, война как война, она же начинается с террористической там какой-то подготовки, верно? То есть, какие-то могут быть террористические акты, вот, и подвержена этому, конечно, в первую очередь, как мы знаем, да, подвержена Россия, ближе, боже упаси, там, этого и близко не будет, как раз-таки, Соединенные Штаты. Почему? Ну, еще раз, погибла одна, скажем так, супердержава, условно погибла, да, Советский Союз, должна же это погибнуть, рано или поздно, ее не будет, поэтому, логика, только с точки зрения логики, без всяких предсказаний, это все ерунда, я не люблю слово предсказания вообще, поэтому, у нас, если есть люди, которые выступают, скажем, они дают прогнозы, вот, и я в том числе даю прогнозы, и очень хорошо разбираюсь с точки зрения того, какая будет там валюта, куда она, чего пойдет, и вот, когда я говорил о Великобритании, то если это так будет, то, конечно же, здесь не будет этой валюты как таковой, первое, с моей точки зрения, правда, пострадает евро, почему, потому что это вообще искусственная валюта, взяли всех под одну гребенку, опять же, собрали, и дали такое понятие евро, и во всех странах евро, вы же понимаете, вот, сейчас речь идет о криптовалюте, допустим, да, ну, тут есть попытка вырваться из-под контроля, конечно же, правительств, банков, и серьезных, вот, совершенно невероятных денег, которые кто-то ими владеет, и может развернуть и перевернуть, но если где-то бабахнет, мы же понимаем, что тогда, скажем, биржевые рынки откроются, сами понимаете, где, ну, соответственно, образом будет страдать кто, ну, мы с вами, к сожалению, те ребята, они знают, что там делают, они, вот, ну, рано или поздно, это все равно изменится, вот, нам эти вещи надо знать. Так, значит, давайте я разбавлю, да, Наталья, кто спрашивал по поводу того, кто будет, какие будут учителей, Анастасия спрашивала, кто из учителей будет в Краснодаре, сколько дней в неделю, по какой цене, мы не знаем, это все зависит от количества людей, которые приедут, если не соберется люди, так не будет и самого этого семинара, или ретрита, как это можно сейчас сказать, как только будут поступать заявки, и как тогда будет известно, я могу сказать, на самом деле, ориентировочная, повторяю, стоимость участия в московском ретрите, или вот это, встречи с Селиной Смирновой, 125 долларов, ну, по-моему, это доступно всем, ориентировочно, еще раз, я редко ошибаюсь в планах цифр, поскольку все-таки я как бы имею отношение к астрономерологии, да, как мы знаем, вот, поэтому это вот по поводу Москвы, про, мы не знаем, поскольку надо будет отправлять туда конкретно Ольгу Викторовну, почему туда, поскольку там живут дети, но опять же, там будет Елена Смирнова, это редкое событие, это что, вот как бы два мастера точно будут, ну, третий, не будем считать, что я мастер, но я тоже буду присутствовать, там буду помогать, будем так говорить, вот, давайте, друзья, я вам еще покажу вот что, мне хотелось бы сделать один обзор, достаточно, скажем, даже какой-то печальный, давайте, правда, давайте мы посмотрим пока сюда, вот, это наша школа, наша школа познания, видите, курсы, расписание, эксперты, soulmate, это определенные, тот самый, родственные души проект, ну, вот такой курс, я почему об этом говорю, здесь у нас есть курс, вот этот курс, так, мир на пороге перемен, сегодня пришло, вы знаете, Ольга Васильева, вы бываете в Питере, я бы с удовольствием приехал в Питер, я там был один раз, но это было очень и очень давно, я работал, был там в командировке, вот, в районе Васильевского острова, вот это все, что я помню, это было очень давно, а так я не был, но с удовольствием бы я там побывал, и побываю, давайте тогда, вот, мир на пороге перемен, Ликтория со Светланой Драган, не знаю, по какой причине, люди решили не продолжать, то есть, первый цикл был закончен, четыре занятия прошло, присутствовало 35 человек, совершенно гениальный, с моей точки зрения, астролог, и вообще, и женщина в том, что она очень много знает, понимает, разбирается о многих вещах, очень серьезный хирург, хироман, вот, ну, короче говоря, на следующий цикл собралось всего 9 человек, из 35, почему, не знаю, возможно, сложный, сложный, вот, манера преподавания, обучения, ну, вот, сегодня было принято решение, опять же, Светланы, не мной, у нас практически все доступные, скажем, занятия, для тех людей, которые подписаны, в любое время, мне не жалко закрывать, ну, у нее есть свои требования, может, поэтому, не знаю, короче говоря, второго цикла не будет, то есть, на этом мы заканчиваем процесс обучения со Светланой Дороган на этом этапе, вот, в том, скажем, ракурсе, в котором она это преподает, но, тем не менее, у нас будет с ней программы общего порядка, прогнозы и так далее, будут продолжаться программы, так, как они и были, достаточно редко, поскольку она очень занятая, но, тем не менее, так она будет, изучать Таро, как сказать, ну, самый простой вариант, чего происходит все и везде, ну, во-первых, надо к этому иметь внутреннее, скажем, соответствие вибраций нас самих, иначе это будет все очень механистически, ведь дело не в этом, сейчас огромное количество программ и астрологии, можно все, что угодно посмотреть, но ведь внутреннее наше понимание этого вопроса, оно совсем другое, оно будет закрыто напрочь, это надо начинать с себя, не изучение Таро, а изучение самого себя, с моей точки зрения, а ведь их много вариантов, мне трудно дать ответ, я надеюсь, вот я, есть гениальный просто у меня человек, с которым мы провели Эльза Попытниковская, с ней мы провели много программ, она была у меня на радио, я приглашал свои программы на радио, вот, локальное радио Чикаго, и когда мы с ней делали обзоры, это было просто классно, просто классно, потому что она дополняла, я дополнял, и это было со всех сторон, было очень интересно, я надеюсь, она просто очень и очень занята, но я надеюсь, я буквально вчера с ней беседовал, я хотел бы, чтобы она это делала, а не я, поскольку я не хотел бы быть каким-то специалистом, вот то, что я делаю, мне вполне хватает, главное соединять, вот, и вас, друзья, я всегда рад видеть, и вы помогаете в этом, ну, и наши преподаватели, которые объясняют, ну, я могу просто помогать, давайте еще последней, осталась не озвученная тема, центр ядерных каких-то исследований, там, что-то такое, которое называется ЦЕРН, вот, и, вот, смотрите, это называется тоннель, который самый глубокий и самый длинный в мире, он называется Готтарт Бейс Тоннел, Готтарт Тоннель, он был открыт, и была церемония открытия этого тоннеля, и вот здесь написано, просто на английском языке, да, но здесь написано, что этот тоннель, по сути дела, ведет в этот ЦЕРН, так, и, видите, Gateway to Alps, Gateway, то есть, дорога в Швейцарии, дорога в Альпы, и открытие тоннеля to the hell, hell, это ад, видите, вот здесь написано так, теоретики конспиративных теорий, они вот находятся в двух местах. Новый Готтарт Тоннель, это 2016 год, 22, смотрите, 22 июня было выпущено, опять же, я говорил, 22, очень цифра интересная, число интересное, и ЦЕРН, да, ЦЕРН, то есть, вот этот вот тоннель ведет туда, а что такое ЦЕРН, мы тоже на эту тему говорили, и я не зря спросил Ольги Викторовны, что означает три шестерки, вот, три шестерки, они есть и есть, в зависимости от того, как мы к этому относимся, то есть, три шестерки, если мы возьмем там огромное количество совпадений, это число 18, так, 18, это, скажем, девятки, если мы перевернем три шестерки вверх ногами, то у нас тоже будет три девятки, верно? То есть, ну, смотрите, какая интересная вещь, вот, я могу привести пример, очень серьезный пример, и, что самое интересное, это пример моего родного брата, вот, никогда я об этом, ну, или один раз я упоминал, я все пытаюсь его, как бы, зазвать сюда, но он каждый раз отказывается, то есть, он живет в Соединенных Штатах, на 10 лет младше, и он стал очень известным человеком, когда его компанию фармацевтическую купила крупнейшая в мире компания, немецкая фармацевтическая компания Bayer, Bayer, вот, ну, если его компанию купил Bayer, то, сами понимаете, это было яснование, да, ну, и вот, что тогда, о чем идет речь, речь идет о планете Марс, я привожу пример, потому что мне так легче, все-таки я могу определить, и мне совершенно все равно, брат, сват, или кто, я оперирую, вот, энергиями аватара, и мне хотелось бы не быть ни к чему attach, и не быть ни к чему привязанным, поэтому я рассматриваю просто как какое-то лицо, а не какую-то кровную принадлежность, не существует лично для меня сегодня такого понятия, как местоположение, национальность, и так далее, нет, боже упаси, так вот, смотрите, я анализирую, когда эти вещи, то Марс это очень и очень серьезная направленность, кшатрийская направленность добиваться какой-то цели, но ведь цель же можно добиваться любыми путями, можно пойти по головам, правильно, и добиться цели, а можно добиться цели совсем другими способами, и вот здесь идет очень серьезный раздрайв, и вот здесь соединение шестерки и девятки, возвращаясь, допустим, к Александру Кузнецову, любвеобильность, но наличие, отсутствие, отсутствие наличия планеты Венеры говорит об многом, то есть Венера с одной стороны, об этом тоже много раз мы говорили, Венера с одной стороны это планета срамая, замечательная планета, это красота, это вот видите, камень тут, бриллиант, допустим, да, это, это, ну, гармония, верно? Но с другой стороны, почему тогда шукра на санскрите, Венера, шукра, почему тогда шукра являлась гору демонов? Почему? А потому что первое желание владеть. Если мы возьмем опять те же самые карты, так, то есть такое понятие здесь, они называются пентакли, ну, наверное, знают люди, да, пентакли, вот, то есть пентакли это монетки, правильно? Или это деньги? Еще монетки, вот, но не важно, ладно, вот они монетки. вот, и вот в этом и есть самое главное дисбаланс, потому что деньги для чего-то, скажем, образование для бизнеса или бизнес на образовании, верно? То есть мы хотим привлечь людей, чтобы от них получать бенефиты, но это мы хотим привлечь, почему они не хотят прийти к нам сами тогда? Если они хотят прийти к нам сами, они делают шаги, чтобы прийти, они должны давать, они должны хотеть первое, они должны давать, вот, и вот здесь в девятке это первая мудрость, второе это что такое мудрость? Это мудрость всех цифр до девятки, и это филантропизм, такой человек достиг как бы чего он хотел и стал филантропом, то есть стал филантропом, то есть стал заниматься благотворительностью, ну, делал он, правда, совсем не так, как надо делать, если уж я об этом как бы разбираюсь, то есть это не он должен был сам заниматься, а он должен был заниматься, скажем, ставить на места людей, типа батюшек, батюшка, он по определению занимается благотворительностью, верно? или каких-то там миротворцев и так далее, но не самому, если он сам, у него будет полное разброды, шатание, у него направленность одна, а он занимается благотворительностью, другое, то есть он должен руководить процессом, вот, в данном случае, когда, я почему об этом говорю, три шестерки, они могут быть тремя девятками, это как мы к этому относимся, но, к сожалению, к сожалению, происходит совсем не так, вот это превалирует, и вообще-то говоря, такие люди, которые имеют свои матрицы три шестерки, они подвержены тому, что их вычисляют очень легко, их вычисляют и их завлекут в какую-то секту, и вот это вот желание сниматься фильмов, это же деньги, верно? И, соответственным образом, если мы играем какого-то там персонажа, который, ну, весь из себя положительный и так далее, это одно, а если мы играем террориста, убийцы, это другое, а деньги нам будут платить и за то, и за то, причем больше будет платить денег за террориста, конечно, или, скажем, за низкие энергии типа каких-то определенных фильмов, да, это мы тоже знаем, верно? Да, деньги будем получать, но это будет полный разброд, и когда-нибудь нам это, к сожалению, будет возвратный удар, что, в общем-то, бывает довольно часто, поэтому, к чему все это происходит? это происходит только лишь к одному, друзья, о том, что нам надо понимать роль свою внутри какого-то социума, в котором мы находимся, верно? Внутри маятника, в котором мы находимся. Мне очень нравится Вадим Залин, допустим, с его определением, хотя тут очень много всякого всего, но определение совершенно классное, ведь маятник, даже позитивный маятник, да, это все равно маятник, то есть благими намерениями, да, и так далее, мы же это знаем, поэтому надо на каждом этапе надо разбираться с этими вещами. Я очень рад, дорогие друзья, о том, что вы здесь присутствуете сегодня у нас и в чате, и задаете вопросы. Я очень рад, что вы присутствуете в наших школах. У нас впереди довольно много еще, скажем, ну вот, несколько проектов, которые у нас будут. У нас будет проект, совершенно замечательный проект, впервые, это проект доктора Флеры Гельмодиновой, ну, не проект, а курс, вот, который, вот, он есть, в принципе, его надо просто ввести и надо найти время, когда сама доктор Флера сможет функционировать и тогда обучать. Она будет, причем, ну, она же все-таки в России находится, и она очень часто бывает как и в Питере, так и в Москве, поэтому вы можете с ней точно так же встретиться, и с диагностикой, и так далее, и так далее, биорезонансная диагностика, знаете, она делает, но она совершенно замечательный педагог, она работала в Министерстве здравоохранения, она совершенно замечательный врач, вот, с ней курс. Лолана Орехова, так, это человек, который не понаслышке знает, она много лет прожила в Индии, возит туда группы, не знаю, возила ли, может, сейчас нет, но вот ее курс будет идти, поэтому, вот, так сказать, мы будем двигаться. Ну, наверное, все, я сказал, у меня тут план, как всегда, я не смотрю ни на какие планы, да, 17-18, ну, друзья, полнолуние, будьте осторожны с этим делом, так, почему, потому что обостряется все, особенно сейчас, и, скажем, физические состояния могут обостряться, поэтому есть определенные, определенные, скажем, процедуры, которые можно было бы соблюдать. У нас есть, если я вспомню, наверное, вспомню, старая, очень старая веб-сайт, она функционирует, кстати, давайте я вам ее напишу здесь, в чате, где вы можете посмотреть, там довольно много тоже было интересного, и там есть конкретно по дням недели и по планетам есть рекомендации, значит, она называется thesungeights.com вот, она функционирует, еще раз, вот такая веб-сайт, кому интересно, можете сюда прийти, ну, хорошо, тогда все, наверное, да, все, план выполнен на сегодня, даже теперь выполнен два часа в эфире, я был рад вашим присутствовать, всего доброго, до новых встреч! до новых встреч! до новых встреч! Продолжение следует...